Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас очередная встреча слушателей Красного университета в городе Светловске. Встреча у нас будет посвящена третьему семинару, тема семинара «Политический спектр и классовая борьба в современной России». По этой теме было предоставлено 7 вопросов, на которые необходимо было ответить. На любые два по выбору. Вопросы следующие. Что такое «Политическая партия», какие партии бывают, какие партии есть в современной России, что такое «Политический спектр», какое место в «Политическом спектре» занимает «Коммунистическая партия», сколько может быть «Коммунистических партий», какова главная программная цель «Коммунистической партии»? Не по диалектике, что ли? Не по четвертой. Мы сегодня встречаемся, обсуждаем тему «Политический спектр». Мы ее не обсуждали, мы ее пропустили. По диалектике мы проведем встречу в следующий раз. Двоечник. Значит, первый вопрос. Что такое «Политическая партия»? Кто-то готовил ответ? Я готовил ответ. Что такое «Политическая партия»? Прошу прощения. «Политическая партия» — это «Авангард класса». Это определение я просто взял, честно говоря, у Михаила Васильевича Попова. «Классовая борьба», 112-я страница. Есть также еще... Попробовал вывести собственное определение на основе того же прочитанного. «Политическая партия — это общественное объединение граждан, исповедующих или придерживающихся одной идеологии и стремящихся к ее практической реализации путем завоевания политического господства». Ну и если немножко, скажем так, придерживаться еще посмотреть с точки зрения законов Российской Федерации, то «Политическая партия» — это общественное объединение определенного количества членов. Там, по-моему, есть минимальное число. И имеющих свои региональные отделения не менее чем половине регионов России. Вот. Вот таким образом я ответил на этот вопрос. Вадим Алексеевич. Ой-ой-ой. Так. Ну я вот как бы на первый вопрос попробую вспомнить, что такое коммунистическая партия. Коммунистическая партия есть авангард рабочего класса. Партия, имеющая в своей программе такое понятие, как диктатура рабочего класса. Партия, борющаяся за взятие и осуществление всей полноты власти в интересах рабочего класса. И уничтожение частной собственности. Вот и все. Ну это, получается... Это что такое настоящая коммунистическая партия? Какая она должна быть? И какова главная программная цель коммунистической партии? Да. Ну это, так сказать, а как иначе? Она же, исходя из программы, должна быть коммунистической. По-первых, даже вопрос взять, например, что такое политическая партия. Я как бы думаю, что тут нужно, ну достаточно важно дать определение, что такое политика вообще. В классическом именно определение, как у Платона? Да. Ну, я, как вот я отвечал, да? Ну и марксизм изучали, значит, в марксистском понимании. Ну хорошо. Да. Значит, я вот посчитал нужным дать именно определение политики, чтобы понимать там, ну, политические партии, да, партии, группы людей. Что такое политика? Политика – это борьба класса за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. То есть, именно нужно рассматривать политику именно как классовую борьбу в первую очередь. И все политические партии, они отстаивают интересы того или иного класса. Вот. И что же такое политическая партия? Политическая партия – это авангард класса, то есть, группа людей, представителей класса, наиболее полно осознающих экономические и политические интересы своего класса и проводящие политическую борьбу в интересах своего класса. Вот что такое политическая партия. Ну, как я видел. Вот. И тут можно переходить, пожалуй, к следующему вопросу. А какие бывают партии? Я на второй вопрос не отвечал. Так, я как ответил. По большому счету партии бывают при капитализме, партии делятся на партии угнетателей и партии угнетенных. К первой группе относятся монархические партии, буржуазные партии, партии крупной и мелкой бурсуизии и либеральные. Ко второй группе относятся социалистические, социалистические рабочие, коммунистические. Так. Ну, это спектр политический, спектр политических. Почему? Это они делятся так. То есть, какие бывают партии? Вот они и такие бывают. А то, что спектр, ну да. Это следующий вопрос. Просто его дальше разворачивать надо. Так, я тоже попробую ответить. Значит, в капиталистическом государстве возможна многопартийная система. Но это далеко не значит, что капиталистическое государство является многоклассовым. Как известно, классов всего два. Класс буржуазии, ну, классов три, класс буржуазии, класс пролетариата и класс мелкой буржуазии. Многопартийность объясняется тем, что интересы класса буржуазии разбиты на интересы отдельных многочисленных групп буржуазии, вплоть до отдельных частных личных интересов в конкретных буржуах. И вот эти буржуазии уже сталкиваются между собой, сталкиваются интересы этих групп буржуазии. Коммунистическая партия может быть только одна, так как она отстаивает интересы класса пролетариата. Тоже на шестой вопрос. Ну да, я уже сошелся. Что там у нас, третий? Так, третий вопрос. Какие партии есть в современной России? Ну я, как бы, конечно, все партии не перечислю, потому что их великое множество. Ну, в современной России, как я ответил, в современной России есть партия крупной буржуазии и чиновничества, единая Россия. Партия мелкой буржуазии либерально-демократическая, социал-демократическая, справедливая Россия, мелкобуржуазный КПРФ. Эти партии входят в парламент Госдумы. Есть также партии неправящие, буржуазные, Яблоки, Пегас и партии трудящихся России, Российский объединенный трудовой фронт, а также незарегистрированные партии РКРП, РПР, ВКПБ и так далее. А есть вообще коммунистическая партия Российской Федерации? По сути, по сути, есть РПР. Хотя, самое интересное, что РКРП еще может быть. Партия рабочего класса. Дело в том, что РКРП, кстати, РКРП тоже можно назвать партией, по сути, коммунистической. Там, ведь расхождение между РКРП и РПР, они не идеологические. Совершенно не идеологические. Там они скорее организационные. И поэтому я вообще считаю, что они со временем должны слиться. Другой вопрос, что это очень долгий процесс, потому что они в своей организационном оппортунизме крепко держатся, устойчиво. И вот все партии, с какими они пытались объединяться, то по факту, они либо их сжевывали просто, те исчезали. Поэтому чисто вот это декларативно. А РПР, рабочая партия России, она тут немножко как бы не по зубам, что ли. Не по зубам. Ну вот, можно сказать, да, что партия коммунистическая, но назвать какую-то конкретную партию, партии класса, пока, наверное, не представляется возможности. Возможно, в том смысле, что партия рабочего класса, она именно, вот, находится в становлении. Но она уже есть. В становлении она есть. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Я на него отвечал. Что такое политический спектр? Ну, как я ответил на этот вопрос. Политический спектр – это вся совокупность имеющихся политических партий в современном обществе, ну, например, в нашей стране России, придерживающихся от коммунистической до крайне реакционных шовинистической буржуазной идеологии. Спектр можно условно разделить на партии левого, центристского или правого блока, блоков, в зависимости от того, к какой идеологии эти партии ближе всего, ну, скажем так, относятся или приближены. Это к коммунистической или к социализму или к буржуазной идеологии. Идеологии или класса? Ну, класса, да, тут, наверное, больше я все-таки неправильно применил слово именно идеология, потому что все-таки, да, все-таки класс, именно класс. Вот в этом, наверное, скажем так. А вот в политическом спектре коммунистическая партия, партия рабочего класса, это нами где? Получается слева. Крайне левые. Если в спектре рассматривать, то да. Да, но вот в прошлом году, по-моему, кто-то из слушателей выразил такую мысль, что партия рабочего класса, коммунистическая партия, она вообще находится вне спектра. То есть, потому так как... Есть классы, есть... В том смысле, что она вообще за уничтожение классов, во-первых, и во-вторых, что ставить, как бы, вот коммунистическую партию, рассматривать спектр с буржуазными партиями... Как же вот объяснить-то это? Какую цель преследует коммунистическая партия? Давай так, я могу это попробовать, пока ты обдумываешь. Значит, мы живем в капиталистическом обществе, да? И партии наши все находятся в капиталистическом обществе. Ну да, если... Значит, они входят в весь этот спектр. Да, согласен. Но вот как же это сформулировать-то? Ну попробуй, как это, что коммунистическая партия начинает, как левая партия в политическом спектре капиталистического общества, а в завершающей стадии, по сути дела... Ну, она за уничтожение этого спектра. В конце всего этого спектра. Она за уничтожение этого спектра. Ну, это уже конец, это уже результат. Да, так как коммунистическая партия вообще может быть только одна, и вот при движении, ну, наверное, послереволюционном, конечно, при движении к социализму, вообще, в принципе, одна партия должна... Ну, это понятно, что там будет, нам надо смотреть на сегодняшний день. Просто зачитай, я на этот вопрос тоже отвечал. Для систематизации и классификации политических партий, потому в чьих интересах действует та или иная партия, имеется политический спектр. Применяется политический спектр в виде геометрической оси, где крайней левой партией от центра оси является коммунистическая, а крайней правой – буржуазная или даже фашистская. Такое деление на левых и правых вызвано исторически сложившимся расположением мест депутатов в французском парламенте 18 века. При этом, надо сказать, что деление на левых и правых в современном обществе зачастую забивает с толку, за что и в чьих в действительности интересах борется та или иная партия, о которой говорят, что она левая. И тут надо понимать, что у коммунистической партии может быть только одна партия, крайне левая, так как ее главной программной целью является обеспечение полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Это возможно осуществить только установив государственную депутату рабочего класса. То есть, если мы говорим про какую-то партию, что вот она левая, ну не мы, а, например… Левый фронт. Не будем конкретно какую-то партию называть или движение, а вот, например, в СМИ говорят, вот эта партия левая, это партия правая, эти левые, эти правые. И вот, если партия чуть левее, да, чем крайние правые, вот это же не значит, что они коммунисты. Ну, конечно. Вот, и вот это вот… Ну, только сказать, что путаница возникает. Путаница, да, возникает. Возникает. И, то есть, вот этот спектр, он, в принципе, мне кажется… Официальная… Либеральная партия. Либеральная партия. Нет, ну, мне кажется… Ну, да, она какого класса? Да, она вот именно какого класса. Либеральная? Либеральная. Да, это же правая. Нет, ну, а эта партия, грубо говоря, она должна быть левее, скажем, той же «Единой России». А может и правее быть. Не может она быть правее, если она либеральная. Вот. Либеральная. Либеральная. Либеральная, демократическая. Потому что… Но она действует в интересах буржуазии в любом случае. Безусловно, никто не спорит. Но спектр-то, понимаешь, он распространяется, мы его рассматриваем от крайнего, так сказать, такого… Ну, фашистского, скажем, тока… Правого. Правого, да. До крайнего левого, на мой взгляд, анархистского тока. Вот. Крайнелевый анархизм? Да. И вот сейчас попытаюсь вам объяснить, значит, ну, как я рассматривал, чего у Ленина или у Сталина, я сейчас не помню точно, где-то было сказано, что крайние левые, крайние левые всегда переходят, смыкаются с крайними правыми. Ага. То есть это как вот переход… Да. Пойдешь на левый… Пойдешь на левый… Совершенно верно. Ага. У них обязательно будет потом смычка где-то. Нет, они просто называют себя крайними левыми, но они не являются… Нет, они не являются… Понимаешь? Вот это… Как раз идет вот этот вот… Как бы… Ну, скажем так… Подводно понять. Взять человека, да. И вот он… Какие-то левые там… У него идеи начинают возникать, он попадает, допустим, в какие-то партии или в среду левого толка, такого, который агрессивный, там, значит, крайний такой левый. Вот. И дальше он переходит до такой стадии, что он оказывается вот именно в крайне правой совершенно, в фашистской… Вадим Алексеевич, политический спектр – это разделение партий по партиям класса. Вот крайне левые, вот этим анархисты, они не являются, они не являются партией рабочего класса. А они вообще являются ли они представителем какого-то класса? Они… Они просто центристы, на самом деле, все. Ну… Да какие же они? Центристы, анархисты. Ну, а вообще политический спектр… Вот пока они за уничтожение… Они за уничтожение буржуазного государства, они левые. Когда государство становится коммунистическим, они также становятся против коммунистического государства, поэтому они переходят в правый спектр. Ну, то есть это вообще какие-то унтермерши, которые просто… Нет, просто… Нет, отрицаловы. Нет, нет, нет. Я просто отрицал… Правильно, но дело в том, что как раз… Да и… Как бы сам себе противоречишь или не противоречишь, а просто не замечаешь этого, что… Ты говоришь, что вот уничтожили государство буржуазное, стало другое. Но весь спектр, он тоже сместился. Его уже… Допустим, ну, взять тот же Китай, да? Вот. Там нет крайне правых партий, да? Ну, все, кто в центре, они теперь правы. Да. Вот. А кто были в середине, они стали правы. Да. Ну, вот так и получается… Да. А их нельзя назвать, что они сейчас, ну, допустим, в нашем политическом спектре… Ну, они же не партии, они же не за класс, они же просто против государства. Поэтому они не могут относиться к левым, ну, к крайнему левому спектру. Ну, вот… Он же вот именно по классным делениям этот спектр идет в отношении… Вот я… Мы сейчас уже… Сколько вот спорим, наверное, насчет того, где вот кто там в этом спектре находится. Я и говорю, что это вот просто запутать людей. Вот это и математика, кто же где находится в этом спектре. Вот поэтому я говорю, коммунистическая партия вне спектра, вот она и есть. И в таких становлений… Ах, все-таки в конце… Ну, и независимо… Вишенку на торт закинул… Независимо от спектра… Молодец. Ну, тут, кстати, хотел бы… 15 минут уже спектр там, здесь, кто там, где находится… Ну, вот хотел бы еще небольшую ремарочку, Леш, вставить, что вот… Ну, благодаря, скажем так, этому семинару, я очень подробнее прочитал манифест коммунистической партии… Энгельса и Маркса. И там вот крайне вот познавательно, очень интересно расписан политический спектр середины 19 века. У них был феодальный социализм, мелкобуржуазный социализм, немецкий истинный социализм, буржуазный социализм и утопический социализм. То есть, вот эти все вот эти градации. Просто вот, честно говоря, безумно интересно было. Вот. И для меня как-то прям вот зашло. Вот просто здесь вот так же кратко изжато бы вот, если бы так же было бы расписано. Может быть, я просто не встречал, чтобы вот и политический спектр был бы расписан. Не анализировал пока так. Ну, было бы здорово вообще. Вот именно прямо вот в России. Да. В России или в мире. Ну, конечно, да. Вот с таких же позиций. Зачем анализировать сейчас, когда у нас уже есть понимание, что такое коммунистическая партия, да? И зачем нам сейчас эти буржуазные партии как-то анализируют, когда нам нужно строить коммунистическую партию? Нет. Например, вот у Маркса, у Энгельса, вот в манифесте очень здорово расписан утопический социализм. Почему они, в конце концов, смыкаются, переходят в буржуазный? И почему они оппортунисты? То есть, вот из-за того, что вот они несколько, скажем так, находятся в некой теоретизации, то есть, что было бы фантасмагории какой-то, что вот коммунизм это хорошо, но как некое прекрасное далекое. То есть, фантастическое, что-то такое фантастика, но без практического применения. То есть, они вот, вот, и в конце концов, в общем-то, и Маркс, и Энгельс пишут, ну, пишут, что, ну, все, то есть, у них конечное это то, что они просто кормятся с подачки буржуазии, и все. Сергей, так может займешься таким исследованием? Может займешься таким исследованием? Ну, не знаю, не знаю. Так это пустая трата времени. Ну, вот исследовать современные, вот они утопический социализм предлагают, да. Когда вот до вот этого манифеста, это еще можно было исследовать этот утопический социализм. После, уже когда появился научный социализм, зачем исследовать утопический-то? Ну, вот сейчас, смотри, вот дает Николай Платошкин свою партию. Новую. Он скажет, что утопический социализм. Как с ними бороться? Да. А как с ними, так сказать? Заблачать? А каким образом? Да. Вот и надо показать. С максинских комплексов. Правильно. Так для этого нужно, чтобы кто-то проверил, допустим, анализ. Ихний программ. Мне показалось, что он, может быть, был интерес. В таком формате, да. Именно в таком формате, именно с этой точно. Ну, верно, я не сразу понял, что это именно. Ну, это смысл-то именно в этом и заключается, что… Разоблачение. Разоблачение, конечно. Конечно. Именно в том плане. Они же тоже, как бы, дурят мозги всем нам. Нет, он искренне. Я вот… Лично я верю Платошкину, что он вот искренне там хочет… Но как доходит дело до диктатуры рабочего класса? Как доходит до взятия в власти? Так все, ребята. Давайте вот эти… Ну, парламентские… Мы через выборы. Мы… Потом Руслан Асташко сейчас создает свою партию. Тоже, значит… Точно такого. Ведь все разговоры о коммунизме, социализме, о том и сё… Да. Но как доходит вот до этого практики? Всё. Так, сразу… Так. Ну, с четвертым, по-моему, здорово вообще. Вообще здорово. Мне тоже понравилось. Так. Значит, пятый вопрос. Вопрос. Какое место в политическом аспектре занимает коммунистическая партия? Ну… Да, да, да. Я… Да, да, да. Можем только повторить, да. У нас так уже повторить не получится. И… Так. Ну… Значит… Шестой вопрос тогда. Сколько может быть коммунистических партий? Ну, получается, что одна. По сути… Одна. По сути, одна. Которая выступает за диктатуру рабочего проекта. А с названием сколько угодно. А почему одна? А почему одна? А почему одна? Ну, какой… А потому что у них тогда должны совпадать и организационная программа, и идеологическая программа. Всё? А потому что за уничтожение классов коммунистическая партия, она выступает за уничтожение классов. И… И… За интересы рабочего класса, как интересы всего общества. Ну, хорошо. Как… Двух партий таких не может быть? Ну, тогда это получается… Ну, это будет одна мощная. Наличная. Просто… Они же две разные организации. Ну, да. Это, в общем-то, вот как… Тогда, получается, подраздел будет по личности, скажем так, ну, как-то вождей там… Нет. 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 Это… Это может быть, мне кажется, именно раздел так. Идеология может… Вот как у РКРП и РПР. Идеология одна, организационная структура разная. Разная. Организационный подход. Организационный подход. Ну, у них стандартный подход. Вот у нас как, допустим, у нас нет первого секретаря центрального комитета партии. Вот. А у них есть первый секретарь центрального комитета. У них есть центральный комитет, куда входит, ну, там, определенное количество, конечно, рабочих стараются включить. Но, так как рабочих ведь мало, действительно. Вот. То получается, что, ну, все равно приходится в центральный комитет включать людей уже не рабочих. Вот. А центральный комитет определяет, что делать, как делать, и так далее, и так далее. И начинается, значит, вот это вот движение сверху вниз, значит, спускание всего. Вот. И, в принципе, ну, тут есть своя логика, да. Вот. Ну, вот. А ОРПР, тут немножко другое. Тут нет такого председателя этого центрального комитета. Здесь все решает большинство именно рабочих. И вот, собственно, на этом, по-моему, они и разошлись. Да. Насколько я понял, то да. То есть это чистое организационное расхождение. Ну, я хочу напомнить, что коммунистическая партия – это партия авангардного типа. И поэтому она является авангардом рабочего класса. И в этом смысле, даже если будут две коммунистические партии, на канале фонда «Рабочая академия» был ролик, посвященный Конституции Советской России. Новый разработанный, фондом рабочей академии, если не ошибаюсь, там Герасимов Иван Михайлович рассказывал. И в этой Конституции предусмотрено было, что, может быть, несколько партий. То есть не было там фиксации одной партии. Ну, такой вот момент был. Я не знаю, как там… А какого года это или прям вновь разработанное? Ну, это новое, я так понял. Да, фондом рабочей академии разработана Конституция Советской России. Проект. То есть есть проект Конституции Советской России. Надо обязательно быстрее читать его. Ага, он есть, кстати, даже Google Play в виде приложения, можно даже скачать его. Проект Конституции Советской России. Вот так вот. Вот. Ну, есть на сайте фондом рабочей академии. Так, ну что, значит, это был шестой вопрос. Ну, остается один вопрос. Седьмой. Какова главная программная цель коммунистической партии? Так раз, всестороннее развитие всех членов общества. По-моему, не было такого вопроса. Был? Был. Седьмой вопрос. Я написал, не отвечал. Какова главная программная цель коммунистической партии? Уничтожение частной собственности. Да. Уничтожение частной собственности. Всестороннее развитие всех членов общества. Вообще, про марксизм, да, можно сказать, что, и они сами говорили, ну, там, Марк Шенгельц, что все учение их можно одной фразой выразить. Уничтожение частной собственности. Да. Это правда. Марксизм весь как бы в этом. А главная программная цель коммунистической партии? Уничтожение классов и… Уничтожение классов. И… Уничтожение частной собственности. И невозможности эксплуатировать одними членами общества других членов общества. Полное благосостояние. Да. И свободное всестороннее развитие всех членов общества. Так, наверное, да? Так и записано. Подписываемся. Это точно ответ? Я, честно говоря, на этот вопрос ответ не готовил. Ну, вот… Тут, знаешь, это как-то… Так, что у нас там в уставе написано? Да, да, да. Программа. Давайте сверим карты. Так, тут надо обратиться к… Да, к первоисточнику. К первоисточнику. К программе «Рабочий портресс». Какая у нас там была… Вроде бы все. Ну, в принципе, мы, да, ответили на все семь вопросов. Если вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас, Бог с ней ждет. Спасибо. Спасибо.